МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для Табакова тема войны была очень важна. И отражение войны в искусстве, в том числе в поэзии, Табаков был сам ребенком войны. Ему было шесть лет, когда началась война. У него было голодное военное детство. И я помню, как Олег Павлович рассказывал с каким нетерпением и каким-то взрослой осознанностью он ждал возвращения отца с войны. Олег Павлович очень чтил участников войны. И отца своего. И частенько хаживал к Большому театру, где собирались участники войны 9 мая. Табаков чувствовал долг перед этими людьми. И поэтому ему нравились поэты, писатели, участники войны. И, конечно, Табакову было очень дорого в этих людях, писателях и поэтах войны, то, как они хранили память о павших товарищах. Я знаю никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны, в том, что они кто старше, кто моложе, остались там. И не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь. Речь не о том, но все же, все же, все же, так писал Александр Твардовский. И это было, я думаю, так думали многие участники войны, которые писали о ней, которые включали войну в свои произведения. Я хорошо помню то время, когда он готовился и когда он снимался вот в этом проекте телевизионном Творческого объединения «Экран» Василий Теркин. Вы знаете, он на эти съемки и на подготовку к ним, и на сами съемки, потом он рассказывал, как получилось, записывалось главами. Олег Табаков не знал всего произведения наизусть, учил главами постепенно. С большим удовольствием это делал, окунался в этот материал, с арзартом таким актерским. Дорого было Табакову то, что режиссером этого фильма-спектакля был Владимир Храмов, участник войны. Дело в том, что у них уже была одна совместная работа, это «Конек-горбунок» Петра Ершова. Помню его в светлой рубашке с галстуком подтянутого. Он уже ушел с поста директора театра «Современник» для того, чтобы свой театр организовывать всячески. И в этой атмосфере шла работа над Василием Теркиным. Олег Павлович сам говорил на эту тему, что когда он шел сниматься в Василии Теркине, у него ум и сердце были в ладу. Такое счастливое время было для актера, это было видно. Для него Василий Теркин, Твардовского, в его исполнении, это был больше, чем актерский просто акт, чем актерская работа. Это был человеческий поступок, дань благодарности. Василий Теркин у Твардовского заканчивается так, что автор рискует с мыслью, может, дерзновенной посвятить любимый труд павших памяти священной всем друзьям поры военной, всем сердцам, чей дорог суд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На войне в пыли походной, в летней зное, в холода, лучше нет простой, природной, из колодца, из пруда, из трубы водопроводной, из копытного следа, из реки какой угодно, из ручья, из-подо льда, лучше нет воды холодной. Лишь вода была б вода. На войне в быту суровом, в трудной жизни боевой, на снегу под хвойным кровом, на стоянке полевой, лучше нет простой, здоровой, доброй пищи фронтовой. Важно только, чтобы повар, был бы повар парень свой, чтобы числился недаром, чтобы подчас не спал ночей, лишь была бы она с наваром, да была бы с пылу, с жару, подобрей, погорячей, чтобы идти в любую драку, силу чувствуя в плечах, бодрость чувствуя. Однако, дело тут не только в щах. Жить без пищи можно сутки, можно больше, но порой на войне одной минутки не прожить без прибаутки шутки самой немудрой. Не прожить, как без махорки, от бомбежки до другой, без хорошей поговорки, или присказки какой. Без тебя, Василий Теркин, Вася Теркин, мой герой, а всего иного пуще. Не прожить наверняка без чего? Без правды сущей, правды прямо в душу бьющей, да была бы она погуще, как бы ни была горька. Теркин, кто же он такой? Скажем откровенно, просто парень сам собой, он обыкновенный. Впрочем, парень хоть куда, парень в этом роде, в каждой роте есть всегда, да и в каждом взводе. И чтоб знали, чем силен, скажем откровенно, красотой наделен не был он отменный. Не велик, не то что мал, но герой героем. На Карельском воевал за рекой сестрою. И не знаем, почему спрашивать не стали, почему тогда ему не дали медали. С этой темы повернем, скажем, для порядку. Может, в списке наградном вышла опечатка. Не гляди, что на груди, а гляди, что впереди. Строй с июня, в бой с июля, снова теркин на войне. Видно, бомба или пуля не нашлась еще по мне. Был в бою задет осколком. Зажило и столько толку. Трижды был я окружен, трижды вот он вышел вон. И хоть было беспокойно, оставался невредим. Под огнем косым, трехслойным, поднавесным и прямым. И не раз в пути привычном у дорог в поли колонн был рассеян я частично. А частично истреблен. Но однако жив вояка, кухня с места, с места в бой, курит, ест и пьет со смаком на позиции любой. Как ни трудно, как ни худо, не сдавай, вперед гляди. Это присказка, покуда сказка будет впереди. Словом, книга про бойца без начала, без конца. Почему так без начала? Потому что сроку мало начинать ее сначала. Почему же без конца? Просто жалко молодца. С первых дней годины горькой, тяжкой час земли родной, не шутя, Василий Теркин, подружились мы с тобой. Я забыть того не вправе, чем твоя обязан славе, чем и где помог ты мне, повстречавшись на войне. Как же вдруг тебя покину? Старой дружбе верен счет. Словом, книгу с середины и начнем, а там пойдет. Дельный, что и говорить. Был старик тот самый, что придумал суп варить на колесах прямо. Суп, во-первых. Во-вторых, кашу в норме прочной. Нет, старик он был, старик чуткой. Это точно. Слышь? Подкинь еще одну ложечку такую. Я вторую, брат, войну на веку воюю. Оцени, добавь что-то. Покосился повар. Ничего себе едок. Парень этот новый. Ложку лишнюю кладет, молвит несердито. Вам бы, знаете, во флот с вашим аппетитом. Тот, спасибо. Я как раз не бывал во флоте. Мне бы лучше вроде вас, поваром в пехоте. И усевшись под сосной, кашу ест сутулис. Свой бойцы между собой? Свой, переглянулись. И уже пригревшись, спал крепко полк усталый. В первом взводе сон пропал, вопреки уставу. Привалясь к стволу сосны, не щадя махорки, на войне, на счет войны, вел беседу Теркин. Вам, ребят, с серединки начинать. А я скажу, я не первые ботинки без починки здесь ношу. Вот вы прибыли на место. Ружья в руки и воюй. А кому из вас известно, что такое Сабантуй? Сабантуй? Какой-то праздник? Или что там Сабантуй? Сабантуй бывает разный, а не знаешь, не толкуй. Вот под первой бомбежкой полежишь с охоты в лёжку, жив остался, не горюй, это малый Сабантуй. Отдышись, покушай плотно, закури и в ус не дуй. Хуже, брат, как минометный вдруг начнёт Сабантуй. Тот проймёт тебя поглубже, землю-маршку целуй. Но имей в виду, голубчик, это средний Сабантуй. Сабантуй тебе наука. Враг лютует, сам лютуй. Но совсем иная штука, это главный Сабантуй. Парень смолкнул на минуту, чтоб прочистить мундштучок, словно из-под волькомута подмигнул, держись, дружок. Вот ты вышел с позаранку, глянул, под тебя и в дрожь. Пруд немецких тысяча танков. Тысяча танков? Ну, брат, врёшь. А с чего мне врать, дружище? Рассуди, какой расчёт? Ну, зачем же сразу тысяча? Хорошо, пускай пятьсот. Ну, пятьсот. Скажи по чести, не пугай, как старых баб. Ладно, что-то там триста-девести. Повстречай один хотя бы. Что ж, в газетке лозунг точен. Не беги в кусты, да в хлеб. Танк он с виду грозен очень, а на деле глух и слеп. То-то слеп. Лежишь в канаве, а на сердце маята вдруг как сослепу задавит. Ведь не видит ни черта. Повторить согласен снова. Что не знаешь, не толкуй. Сабантуй одно лишь слово, сабантуй. Но сабантуй может в голову ударить или попросту в башку. Вот у нас один был парень. Дайте, что ли, ты башку. Балагуру смотрят в рот, слово ловят жадно. Хорошо, когда кто врет весело и складно. В стороне лесной, глухой, при лихой погоде хорошо, как есть такой парень на походе. И несмело у него просят. Ну-ка, на ночь. Расскажи еще чего, Василий Иванович. Ночь глуха, земля сыра, чуть костер дымится. Нет, ребята, спать пора. Начинай стелиться. К рукаву припав лицом на пригретом взгорке меж товарищей бойцов лег Василий Теркин. Тяжела мокра шинель, дождь работал добрый, крыша неба, хата, ель корни жмут под ребра. Но не видно, чтобы он удручен был этим, чтобы сон ему не в сон где-нибудь на свете. Вот он полы подтянул, укрывая спину, чью-то тещу помянул, печку и перину, и приник к земле сырой, одоленный стомой. И лежит он, мой герой, спит себе, как дома. Спит, хоть голоден, хоть сыт, хоть один, хоть в куче. Спать за прежний недосып, спать в запас научен. И едва ль герою снится всякой ночью тяжкий сон, как от западной границы отступал к востоку он, как прошел он, Вася Теркин, из запаса рядовой в просоленной гимнастерке сотни верст земли родной. Да чего ж земля большая, величайшая земля, и была бы она чужая чья-нибудь, а то своя. Спит, забыв о трудном лете, сон, забота, не бунтуй. Может, завтра на рассвете будет новый савантуй. Спят бойцы, как сон застал, под сосною в покот. Часовые на постах мокнут одиноко, сги не видно, ночь вокруг. И бойцу взгрустнется, только что-то вспомнит вдруг, вспомнит, усмехнется, и как будто сон пропал, смех прогнал зевоту. Хорошо, что он попал, Теркин, в нашу роту. Доложу хотя бы вкратце, как пришлось нам в счет войны с тылу к фронту пробираться, с той, с немецкой стороны. Как с немецкой, с той, с зарецкой стороны, как говорят, вслед за властью, за советской, вслед за фронтом шел наш брат. Шел наш брат худой, голодный, потерявший связь, и часть шел поротно, и повзводно, и компании свободные, один, как перст подчас. Полем шел лесною кромкой, избегая лишних глаз, подходил к селу в потемках, и служил ему котомкой боевой противогаз. Шел он серый бородатый, и цепляясь за порог, заходил в любую хату, словно в чем-то виноватый перед ней. А что он мог? И по горькой той привычке, как в пути велела честь, он просил сперва водички, а потом просил поесть. Тетка, где ж она откажет, хоть какой, а все ж ты свой, ничего тебе не скажет, только всхлипнет над тобой, только молвит провожая, воротится, дай вам Бог. То была печаль большая, как брели мы на восток. Шли худые, шли босые, в неизвестные края, что там, где она, Россия, по какой рубеж своя, шли, однако, шел и я. Я дорогою постылой пробирался не один. Человек нас десять было. Был у нас и командир, из бойцов, мужчина дельный, местность эту знал вокруг. Я ж, как более идейный, был там, как бы, политрук. Шли бойцы за нами следом, покидая пленный край. Я одну политбеседу повторял, не унывай. Не зарвемся, так прорвемся, живы будем, не помрем. Срок придет, назад вернемся, что отдали, все вернем. Самого б меня спросили, ровно столько знал и я. Что там, где она, Россия, по какой рубеж своя. Командир шагал угрюмо, тоже из-под вольсмотрю, что-то он все думал, думал. Брось ты думать, говорю. Говорю ему душевно, он в ответ и молвит вдруг. По пути моя деревня. Как ты мыслишь, политрук? Что ответить, как я мыслю? Вижу, парень прячет взгляд, сам паник, усы обвисли. Ну, а чем он виноват, что деревня по дороге, что душа заныла в нем? Тут какой бы ни был строгая, сказал бы ты, зайдем. Встрепенулся ясный сокол, бросил думать, начал петь. Впереди идет далеко, оторвался, не поспеть. А пришли туда мы поздно, и за дами, и коноплей. Осторожный, серьезный, вел он всех к себе домой. Вот как было с нашим братом, что попал домой с войны. Заходи в родную хату, пробираясь вдоль стены. Знай вперед, что толку мало от родимого угла, что война и тут ступала, впереди тебя прошла, что тебе своей побывкой не порадовать жену. Забежал, поспал урывком, догоняй опять войну. Вот хозяин сел, разулся, руку правую на стол, будто с мельницы вернулся, с поля к ужину пришел, будто так, а все иначе. Ну, жена, топи-ка печь, всем довольствием горячим мне команду обеспечь. Дети спят, жена хлопочет в горький, грустный праздник свой, как немало этой ночи, а и та не ей одной. Расторопными руками жарит, варит поскорей, полотенце с петухами достает, как для гостей, напоила, накормила, уложила на покой, да с такой заботой, милой, с доброй ласкою такой, словно мы иной порою завернули в этот дом, словно были мы герои, немалые при том, сам хозяин, старший воин, что сидел среди гостей, вряд ли был, когда доволен, так хозяйкою своей, вряд ли всей она ухваткой, хоть когда-нибудь была, как при этой встрече краткой, так родна, и так мила. И болел он парень честный, понимал отец семьи, на кого в плену безвестным покидал жену с детьми. Кончив сборы разговоры, улеглись бойцы в дому, лег хозяин, но не скоро подошла она к нему, тихо звякала посудой, что-то сшила при огне, а хозяин ждет оттуда, из угла. Неловко мне, все товарищи уснули, а меня не гнет ко сну. Дай-ка лучше в карауле на крылечке прикорну. Взял шинель, да по пресловью смастерил себе постель. Что под низ, и в изголовье, и наверх, и все шинель. Эх, сугонная, казенная, военная шинель, у гостра в лесу прожженная, отменная шинель, знаменитая, пробитая, в бою огнем врага, да своей рукой зашитая. Кому недорога, упадешь ли, как под кошель, пораненый наш брат, на шинели той поношенной снесут тебя в сон, а убьют так тело мертвое, твое, твое с другими в ряд. Той шинелкою потертою укроют спи солдат. Спи солдат, при жизни краткой, ни в дороге, ни в дому, не пришлось поспать порядком ни с женой, ни одному. На крыльцо хозяин вышел, той мне ночи не забыть. Ты чего? А я дровишек для хозяйки нарубить. Вот не спится человеку, словно дома на войне. Зашагал на дровосеку, рубит хворост при луне. Тюк, да тюк, до света рубит, коротка солдату ночи. Знать, жену жалеет, любит, да не знает, чем помочь. Рубит! На рассвете покидает дом боец. А под свет проснулись дети. Поглядят, пришел отец. Поглядят бойцы чужие, ружья разные, ремни. И ребята, как большие, словно поняли они и заплакали, ребята. И подумать было тут. Может, нынче в эту хату немцы с ружьями войдут. И до ныне, плач тот детский, в ранний час лихого дня с той немецкой, с той зарецкой стороны зовет меня. Я б мечтал не ради славы перед утром боевым. Я б хотел на берег правый бой, пройдя, вступить живым. И скажу вам без утайки, приведись мне там идти. Я хотел бы к той хозяйке постучаться по пути, попросить воды напиться не за тем, чтобы сесть за стол, а за тем, чтобы поклониться доброй женщине простой. Про хозяина ли спросит, полагаю, жив-здоров, взять топор, шинелку сбросить, нарубить хозяйке дров, потому хозяин барин ничего нам не сказал, может, нынче землю парит, за которую стоял. Впрочем, что там думать, братцы? Надо немца бить, спешить. Вот и все, что Теркин вкратце вам умеет доложить. Переправа, переправа, берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда. Кому память, кому слава, кому темная вода, ни приметы, ни следа. Ночью, первым из колонны, обломав у края лед, погрузился на понтоны первый взвод. Погрузился, оттолкнулся и пошел. Второй за ним. Приготовился, пригнулся, третий следом за вторым. Как плоты пошли понтоны, громыхнул один другой басовым железным тоном, точно крыша под ногой. И плывут бойцы, куда-то притаив штыки в тени. И совсем свои ребята сразу будто не они. Сразу будто не похожи на своих, на тех ребят. Как-то все дружнее и строже, как-то все тебе дороже и роднее, чем час назад. Поглядите впрямь, ребята, как по правде желтород, холостой ли он, женатый, этот стриженный народ. Но уже идут ребята на войне, живут бойцы. Точно так же, как в 20-м их товарищи отцы тем путем идут суровым, что и 200 лет назад проходил с ружьем кремневым русский труженик-солдат. Мимо их, вискових, растых, возле их мальчишья глаз, смерть в бою свистела часто. И минет ли в этот раз? Налегли. Гребут потея и управляются свеслом, а вода ревет правее под подорванным мостом. Вот уже на середине их относит и кружит, а вода ревет в теснине, жухлый лед в куски крошит, меж погнутых балок фермы бьется в пене и в пыли. А уж первый взвод, наверное, достает шестом земли. Позади шумит протока и кругом чужая ночь, и уже он так далеко, что ни крикнуть, ни помочь, и чернеет там зубчатый за холодной чертой, недоступный, непочатый, лес над черной водой, переправа, переправа, берег правый, как стена. Этой ночи след кровавый в море вынесла волна. Было так. Из тьмы глубокой, огненный взметнув клинок, луч прожектора протоку пересек наискосок и столбом поставил воду вдруг снаряд. Пантоны в ряд. Густо было там народу наших стриженных ребят, и не все успели сходу повернуть, отплыть назад. И увиделось впервые, не забудется оно. Люди теплые, живые, шли на дно, на дно, на дно. Под огнем неразбериха, где свои, где кто, где связь. Только вскоре стало тихо, переправа сорвалась. И пока мест неизвестно, кто там робкий, кто герой, кто там парень расчудесный, а, наверное, был такой. Переправа, переправа. Темень, холод, ночь, как год. Но вцепился в берег правый, там остался первый взвод. И о нем молчат ребята в боевом своем кругу, словно в чем-то виноваты, кто на левом берегу. Долгие ночи, жесткий зоревный и брег зиме седой. Два бойца сидят в дозоре над холодной водой. То ли снится, то ли мнится. Показалось, что не весть, то ли и не на ресницах, то ли вправду что-то есть. Видят, маленькая точка показалась вдалеке. То ли чурка, то ли бочка проплывает по реке. Нет, не чурка и не бочка. Просто глазу мое-то. Не пловец ли, одиночка? Шутишь, брат. Вода не та. Да, вода помыслить страшно. Даже рыбам холодна. Не из наших ли вчерашних поднялся какой со дна. Оба разом присмирели и сказал один боец. Нет, он выплыл бы в шинели с полной выкладкой, мертвец. Оба здорово продрогали. Как бы ни было впервой, подошел сержант с биноклем, присмотрелся. Нет, живой? Нет, живой. Нет, живой, без гимнастерки. А не фриц? Не к нам ли в тыл? Нет. А может, это Теркин кто-то робко пошутил? Стой, ребята, не соваться. Толку нет спускать понтон. Разрешить попытаться? Что пытаться? Братцы! Он! И у заберега в корку ледяную обломав, он, как он, Василий Теркин, встал живой, добрался в плавь, гладкой, голой, как из бани, встал, шатаясь тяжело, ни зубами, ни губами, не работает, свело. Подхватили, обвязали, дали валенки с ноги, пригрозили, приказали, можешь, нет ли, а беги под горой, в штабной избушке парня тотчас на кровать положили, для просушки стали спиртом растирать, растирали, растирали. Вдруг он молует, как во сне. Доктор, доктор, а нельзя ли изнутри погреться мне, чтобы не все на кожу тратить? Дали стопку, начал жить, приподнялся на кровати. Разрешите доложить. Взвод на правом берегу, жив-здоров на зло врагу. Лейтенант всего лишь просит огоньку туда подбросить. А уж следом за огнем встанем, ноги разомнем, что там есть, перекалечим, переправу обеспечим. Доложил по форме, словно тотчас плыть ему назад. Молодец, сказал полковник, молодец, спасибо, брат. И с улыбкой и неробкой говорит тогда боец. А еще нельзя ли стопку, потому как молодец. Посмотрел полковник строго, покосился на бойца. Молодец. А будет много сразу две. Так два ж конца. Переправа, переправа. Пушки бьют в кромешной мгле. Бой идет святой и правый. Смертный бой не ради славы, ради жизни на земле. На могилы, рвы, канавы, на клубки колючки ржавой, на полях холмы дырявой изувеченной земли, на болотный лес корявый, на кусты снега легли. И в снегах непроходимых эти мирные края в эту памятную зиму орудийным пахли дымом, нелюдским дымком жилья. И лихой нещадной стужи не бронили, как ни зла, лишь бы немцу было хуже, а себе ли речь там шла. И желал наш добрый парень, пусть померзнет немец-барин. Немец-барин не привык, русский стерпит, он мужик. Шумным хлопом рукавичным, топотнёй по целине, с позаранку день обычный начинался на войне. Чуть вел сады, мог несмелый, оживал костёр с трудом. В закоптелый бак гремела из ведра вода со льдом. Утомлённые ночлегом шли бойцы со всех берлок. Греться бегом, мыться снегом, снегом жёстким, как песок. А потом гуськом постёжки, соблюдая свой черёд, котелки забрав и ложки, кухнем шёл за взводом взвод. Суп досыто, чай до пота, жизнь как жизнь. И опять война, работа. Становись! Вслед за ротой на опушку Тёркин движется с катушкой, разворачивает снасть, приказали делать связь. Тёркин крутит! Тула, 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 слышишь ты меня? Подмигнув бойцам украдкой, мол, у нас да не пойдёт. Дуну в трубку для порядка, командиру подаёт. Командиру всё в привычку. Голос в горсточку, как спичку, трубку книзу. Лёг бочком, чтоб позёмка не задула. Всё в порядке. Тула, тула, помогите огоньком. Не расскажешь, не опишешь, что за жизнь, когда в бою за чужим огнём расслышишь артиллерию свою. Воздух круто завивая, с недалёкой огневой ахнет, ахнет полковая, запоёт над головой, а с позиции отдалённых сразу будто бы не влаг, лухнет вдруг дивизионной доброй матушке снаряд и пойдёт, пойдёт на славу, как и с горно жаром дуть, с воем свизгом шепелявым расчищать пехот и путь, бить, ломать и жечь в окружку, деревушка, деревушку, дом так дом, блиндаж, блиндаж, врёшь, не высидишь, отдашь. А ещё остался кто там запорошенный песком? Погоди! Встаёт пехота! Дай достать тебя штыком! Вслед за роту и стрелковой Тёркин дальше тянет провод. Взвод с завалом огневым, Тёркин сходу вслед за взводом, топит провод точно в воду, жив, здоров и невредим. Вдруг из кустиков корявых, взрытых, спаханных кругом, чёх, снаряд со вспышкой ржавой, Тёркин тотчас негничком, вдался вглубь, лежит, не дышит, сам не знает, жив, убит, всей спиной, всей кожей слышит, как снаряд в снегу шипит, хвост овечьий, сердце бьётся, расстаётся с телом дух. Что ж он, чёрт, лежит, не рвётся, ждать мне больше не досуг? Приподнялся, глянул косо, он почти у самых ног, гладкой, круглой, тупоносой, и над ним сырой дымок. Сколько б душ рванул на выброс вот такой дурак слепой, неизвестного калибра, с поросёнка на убой. Оглянулся воровато, подивился, смех игреет, все кругом лежат ребята, закопавшись носом в снег. Тёркин встал, такой ли ухарь, отряхнулся, принял вид. Хватит, хлопцы, землю нюхать, не годится, говорит. Сам стоит с воронкой рядом, и у хлопцев на виду, обратясь к тому снаряду, справил малую нужду. Видит Тёркин по гребушку, и оттуда льпушка бьёт. Передал бойцам катушку, вы вперёд, а я в обход. Сходу двинул дверь гранатой, спрыгнул вниз, пропал в дыму. Офицеры и солдаты, выходи по одному! Тишина, полоска света, что там дальше поглядим? Никого, похоже, нету, никого. И я один. Гул разрывов, словно в бочке, отдаётся в глубине. Дело дрянь, другие точки бьют по занятой, по мне. Бьют неплохо, спору нету. Добрым словом, помене хоть за то, что погреб этот прочно сделали, они прочно сделали, надёжно, тут не то, что воевать, тут, ребята, чай пить можно, стен газеты выпускать. Осмотрелся точно в хате, печка тёплая в углу, вдоль стены идут палати, банки, склянки на полу, непривычный, непохожий дух обжитого жилья, табаку, одёжи, кожи и солдатского белья. Снова сунутся? Ну, что же в обороне нынче я? На прицеле вход и выход, две гранаты под рукой, смолк огонь, и стало тихо. И идут. Один, другой, Тёркин, стой, дыши ровнее, Тёркин, ближе подпусти, Тёркин, целься, бей вернее, Тёркин, сердце не чести. Рассказать бы вам, ребята, хоть не верь глазам своим, как немецкого солдата в двух шагах видал живым. Подходил он в чём-то белом, наклонившись от огня, и как будто дело делал, шёл ко мне убить меня. В этот ровик точно с печки стал спускаться на заду. Тёркин, друг, не дай осечки, пропадёшь, имей в виду. За секунду до разрыва, знать хотел подать пример, прямо в ровик спрыгнул живо в полушубке офицер и поднялся незадетый, цельный. Ждём за косяком. Офицер из пистолета, Тёркин в мягкое, штыком. Сам присел, присел тихонько, повело его легонько, тронул правое плечо, ранен, мокро, горячо, и рукой коснулся пола. Кровь чужая или своя. Тут, когда сблизи тяжёлый, аж подвинулась земля, вслед за ним другой ударил, и темнее стало вдруг. Это наши, понял парень, наши бьют. Теперь каюк. Жалко жизни той приманки, малость хочется пожить, хоть погреться на лежанке, хоть портянки просушить. Тёркин сник, тоска согнула. Тула, Тула, что ж ты, Тула? Тула, Тула, это ж я, Тула, родина моя. А тем часом издалёка, глухо, как из-под земли, ровный, дружный, тяжкий рокот надвигался, рос с востока танки шли. Низкогрудый, плоскодонный, отягчённый сам собой, с пушкой в душу наведённый, страшен танк, идущий в бой. А за грохотом и громом, за бронёй стальной сидят, по местам сидят, как дома, трое-четверо знакомых, наших стриженных ребят. И пускай в бою впервые, но, ребята, свет пройди, ловят в щели смотровые, кромку поля впереди. Видят, вздыбился разбитый, развороченный накат. Крепко бита, цель накрыта, но вдруг, как там сидят? Может быть, прийти их до срока, у орудия расчёт? Развернись, машина боком, бронебойным припечёт? Или немец с автоматом, лезь наружу, не дурак, там следит за нашим братом, выжидает, как не так. Двое вслед за командиром, вниз с гранатой вдоль стены. Тишина, углы темны. Хлопцы, занята квартира, слышат вдруг из глубины. Ни обман, ни вражьи шутки, голос вправдочный родной. Пособите, вот уж сутки, точка данная за мной. В темноте, в углу коморки, на полу боец в крови. Кто такой? Но смолкнул Тёркин, как там хочешь, так зови. Он лежит с лицом землистым, не моргнёт, хоть глаз коли. В самый срок его танкисты подобрали, повезли. Шла машина в снежной дымке, ехал Тёркин без дорог, и держал его в обнимку хлопец башенный стрелок. Укрывал своей одёжей, грел дыханием. Не беда, что в глаза его, быть может, не увидит никогда. Свет пройди, нигде не сыщешь. Не случалось видеть мне дружбы той святей и чище, что бывает на войне. Нет, ребята, я не гордый. Не заглядывая вдаль, так скажу, зачем мне орден? Я согласен на медаль. На медали, Тони, к спеху. Вот закончили бы войну, вот бы в отпуск я приехал на родную сторону. Буду ль живащей, едва ли тут воюя, не гадай. Но скажу насчёт медали, мне её тогда подай. Обеспечь, раз я достойен. И понять вы все должны, дело самое простое. Человек пришёл с войны. Вот пришёл я с полустанка в свой родимый сельсовет. Я пришёл, а тут гулянка. Нет гулянки? Ладно, нет. Я в другой колхоз и в третий вся округа наведу. Где-нибудь я в сельсовете на гулянку попаду. И явившись на вечёрку, хоть не гордый человек, я б не стал курить махорку, а достал бы я козьбек. И сидел бы я, ребята, там как раз, друзья мои, где мальцом под лавку прятал ноги босса и свои и дымил бы папиросой, угощал бы всех вокруг и на всякие вопросы отвечал бы я не вдруг. Как, мол, что? Бывало всяко. Трудно всё же. Как когда? Много раз ходил в атаку. Да случалось иногда. И девчонки на вечёрке позабыли всех ребят, только слушали в девчонки, как ремни на мне скрипят. И шутил бы я со всеми, и была б между них одна. И медаль на это время мне, друзья, вот так нужна. Ждёт девчонка, хоть не мучай, слово взгляда твоего. Ну, позволь, на этот случай орден тоже ничего. Вот сидишь ты на вечёрке, и девчонка самый цвет. Нет, сказал Василий Тёркин, и вздохнул, и снова нет, нет, ребята, что там орден? Не загадывая вдаль, я же сказал, что я не гордый. Я согласен на медаль. Тёркин, Тёркин, добрый малый, что тут смех, а что печаль? Загадал ты, друг, немало, а загадал далёко вдаль. Были листья, стали почки, почки стали вновь листвой, а не носят писем почта в край родной смоленской твой. Где девчонки, где вечёрки, где родимый сельсовет, знаешь сам, Василий Тёркин, что туда дороги нет. Нет дороги, нету права побывать в родном селе. Страшный бой идёт, кровавый. Смертный бой не ради славы, ради жизни на земле. По дороге прифронтовой, запоясан, как в строю, шёл боец в шинели новой, догонял свой полк стрелковый, роту первую свою. Шёл легко и даже браво, по причине таковой, что махал своей управой, как и левой рукой отлежался. Да к тому же щёлкал по лесу мороз, защемлял в пути всё туже, подгонял, подмышки нёс, вдруг сигнал за поворотом, дверцу выбросил шофёр, тормозит. Садись, пехота, щёки снегом бы натер. Далеко ли? На фронт обратно. Руку вылечил. Понятно. Не герой? Пока же нет. Доставай тогда кисет. Курят, едут, гроб дорога, меж сугробами туннель. Чуть ли что свернёшь немного, как свернул, снимай шинель. Хорошо, как есть лопата. Хорошо, то беда. Хорошо свои ребята. Хорошо, да как когда? Грузовик гремит трёхтонный, вдруг колонна впереди, путь бы пеший или конный, а с машиной стой и жди. С толком пользуйся стоянкой. Разговор, не разговор, наклонился над баранкой, смолк шофёр, заснул шофёр. Сколько суток полусонных, сколько верст в пурге слепой, на дорогах занесённых он оставил за собой. От глухой лесной опушки до невидимой реки встали танки, кухни, пушки, тягачи, грузовики, легковые криво-косо, вряд не вряд, вперёд-назад, гусеницы и колёса на снегу ещё визжат, на просторе ветер резок, зол мороз вблизи железа, дует в душу, входит в грудь, не дотронься как-нибудь. Вот беда, во всей колонне завалящей нет гармонии, а мороз не стать, не сесть, снял перчатки, трёт ладони, слышит вдруг, гармонь-то есть, уминает снег зернистый, переменку пляс-не пляс, возле танка два танкиста греют ноги про запас. У кого гармонь, ребята? Да она-то здесь, браток, оглянулся виноватый на водителя стрелок. Так сыграть бы на дорожку. Да сыграть оно не вред. В чём же дело, чья гармошка? Чья была, того, брат, нет. И сказал уже водитель вместо друга своего, командир наш был любитель, схоронили мы его. Так, с неловкой улыбкой поглядел боец вокруг, словно он кого ошибкой нехотя обидел вдруг. Поясняет осторожно, чтобы на том покончить речь. Я считал, сыграть-то можно. Думал, что её беречь? А стрелок вот в этой башне он сидел в бою вчерашнем. Трое были мы друзья. Да нельзя-то уж нельзя. Я и сам понять умею. Я вторую, брат, войну и ранения имею. И контузию одну. И опять же, посудите, может, завтра с места в бой. Знаешь, что сказал водитель? Ну, сыграй ты, шут с тобой. Только взял боец трёхрядку, сразу видно гармонист, для начала, для порядка, кинул пальцы сверху вниз. По забытой деревенской вдруг завёл глаза, закрыв стороны родной Смоленской и грустный памятный мотив. И от той гармошки старой, что осталась сиротой, как-то вдруг теплее стало на дороге фронтовой. От машин заиндивелых шёл народ, как на огонь. И кому какое дело, кто играет, чья гармонь? Только двое тех танкистов, тот водитель и стрелок, всё глядят на гармониста, словно что-то невдомёк, что-то чудится ребятам. В снежной крутится пыли, будто виделись когда-то, словно где-то подвезли. И сменивши пальцы быстро, он как будто на заказ здесь повёл про трёх танкистов, трёх товарищей рассказ. Не пронихли слово в слово, не о том ли песня вся. И потупились сурово в шлемах кожаные друзья. А боец зовёт куда-то, далеко легко ведёт. Ах, какой вы все ребята, молодой ещё народ! Я не то ещё сказал бы про себя по берегу. Я не так ещё сыграл бы, жаль, что лучше не могу. Я забылся на минутку, заигрался на ходу. И давайте я на шутку это всё переведу. Обогреться, потолкаться, гармонисту все идут, обступают. Стойте, братцы, дайте на руки подозь. Отморозил парень пальцы! Надо помощь скорую! Знаешь, брось ты эти вальсы, дай-ка ту, которую... И опять долой перчатку огляделся молодцом, и как будто ту трёхрядку повернул другим концом. И забыто, не забыто, да не время вспоминать, где и кто лежит убитый, и кому ещё лежать, и кому траву живому на земле топкать потом. До жены дойти до дому, где жена и где тот дом. Плясуны на пару пара с места кинулись вдруг. Задышал морозным паром, разогрелся тесный круг. Веселей кружитесь, дамы! На носки не наступать! И бежит шофёр тот самый, опасаясь опоздать. Чей кормилец, чей поилец, где пришёлся ко двору, крикнул так, что раступились. «Дайте мне, а то помру!» И пошёл, пошёл, работать наступая и грозя, да как выдумает что-то, что и высказать нельзя. Словно в праздник на вечёрке половицы гнёт в избе, прибаутке, приговорке сыплет под ноги себе, подаёт за штукой штуку. Эх, жаль, что нету стуку! Эх, друг, как бы стук, как бы вдруг мощёный круг, как бы валенки отбросить, подкопаться на каблу, припечатать, так что сразу к облаку там укаём! И-и-и-и! А гармонь зовёт куда-то, далеко, легко ведёт. Нет, какой же вы, ребята, удивительный народ! Хоть бы что ребятам этим с места в воду и в огонь! Всё, что может быть на свете, хоть бы что, гудит гармонь! Выговаривает чисто, до души доносит звук! И сказали два танкиста гармонисту, «Знаешь, друг, не знакомы ли мы с тобою? Не тебя ли это, брат? Что-то помнится из боя доставляли мы в санба, вся в крови была одёжа, и просил ты пить, да пить! Приглушил гармонь! Ну что же, очень даже может быть! Нам теперь стоять в ремонте, у тебя маршрут иной, это точно! А гармонь-то знаешь что, бери с собой! Забирай! Играй в охоту, в этом деле ты мостак! Весели свою пехоту! Что вы, хлопцы, как же так? Ничего, сказал водитель, так и будет ничего! Командир наш был любитель! Это память про него! И с опушки отдалённой за тысячи колёс, и с конца в конец колонны по машинам донеслось! И опять у валы взгорки, снег да ёлки с двух сторон, едет дальше Вася Тёркин! Это был, конечно, он! В поле вьюга заверуха, в трёх верстах гудит война, напечилась без старуха, дед хозяину окна. Рвутся мины, звук знакомый отзывается в спине, это значит, Тёркин дома, Тёркин снова на войне. А старик, как будто ухом по привычке не ведёт, перелёт! Лежи, старуха! Или скажет, Недолёт! На печи, забившись в угол, та следит из-под тишка с уважительным испугом за повадкой старика. С кем жила, не уважала, с кем бронилась на печи, от кого вдали держала по хозяйству все ключи, а старик, одевшись в шубу и в очках подсев к столу, как от клюквы кривит губы, точит старую пилу. Вот не реже, точишь, точишь, не берёт, ну что ты хочешь. Тёркин встал, а может, дед, у неё разводу нет, сам пилу берёт, а ну-ка! И в руках его пила, точно поднятая щука острой спинкой, повела, повела, повисла кротко, Тёркин щурится. Ну вот, поищи-ка, дед, разводку, мы ей сделаем развод. Посмотреть и то отрадно, завалящая пила так-то ладно, так-то складно у него в руках прошла, обернулась и готова. На-ка, дед, бери, смотри, будет резать лучше новый, зря инструмент не кори. И хозяин виновата, у бойца берёт пилу. Вот что значит, мы солдаты, ставит бережно в углу. А старуха слаб глазами, стар годами, мой солдат. поглядел бы, что с часами, с той войны ещё стоя. Снял часы, глядит машина, точно мельница в пыли. Паутинами пружины пауки обволокли, их повесил в хате новый дед-солдат. Давным-давно на стене простой сосновой так и светится пятно. Осмотрев часы детально, что ж, часы они пила, мастер тихо и печально посвистел. Плохие дела. Но куда-то шильцем сунул, что-то высмотрел в пыли, внутрь куда-то дунул, плюнул. Что ты думаешь? Пошли! Крутит стрелку, ставит пятый час, другой, вперёд, назад! Вот что значит мы солдаты! Прослезился дед-солдат. Дед растроган, а старуха, отслонив ладонью ухо, с печки слушает. Идут! Ну и парень, ну и шут! Удивляется, попарень, услужить ещё не прочь, может, сало надо жарить, так опять могу помочь. Тут старуха застонала, сало, сало, где там сало? тёркин, тёркин, бабка, сало здесь, не был немец, значит, есть, и добавил, выжидая, глядя под ноги себе, хочешь, бабка, угадаю, где лежит она в избе? бабка охнула тревожно, завозилась на печи, бог с тобой, разве можно помолчи, помолчи! А хозяин плутовато, гостя под локоть тяжком, вот что значит, мы солдаты, а ведь сало под замком. Ключ старуха долго шарит, лезет с печки, сало жарит, и страдает до конца, разбивает два яйца, эх, яичница! Закуски нет полезней и прочней, полагается по-русски выпить чарку перед ней. Ну, хозяин, понемножку, по одной, как на войне, это доктор на дорожку для здоровья выдал мне от вентилу фляги крышку, и отец не будет лишку. Поперхнулся дед-солдат, подтянулся, виноват, крошку-хлебушка понюхал, пожевал и сразу сып. А боец, тряхнув над ухом, тою флягой говорит, рассуждает так ли, сяк ли, все равно такою каплей не согреть бойца в бою. Будьте живы, пейте, пью. И сидят они по-братски за столом плечо в плечо, разговор ведут солдатской, дружно спорят, горячо, дед кипит. Позволь, товарищ, что ты валенки мне хвалишь? Разреши-ка доложить, хороши, а где сушить? Не просущих в землянке, нет, ты дай-ка мне сапог, да сукольные портянки дай ты мне, да дай я бог. Снова где-то на задворках мерзлый грунт боднул снаряд, как ни в чем, Василий Теркин, как ни в чем, старик солдат. Эти штуки в жизни нашей, дед расхвастался пустяк, нам осколки даже в каше попадались. Точно так, попадете, откинешь ложкой, а в тебя так и мертвец. Ну, не знали вы бомбежки, я скажу тебе, отец. Это верно, тут наука, тут напротив не попрешь. А скажи, простая штука есть у вас? Какая? Вож. И Макай всел и коркой, продолжая ровно есть, улыбнулся вроде Теркин и сказал, частично есть. Значит, есть. Тогда ты воин рассуждать со мной достоин. Ты солдат, хотя и млад, а солдат солдату брат. И скажи мне откровенно, да не в шутку, а всерьез с точки зрения военной, отвечай на мой вопрос. Отвечай, побьем мы немца? Или, может, не побьем? Погоди, отец, наемся, закушу, скажу потом. Ел он много, но не жадно отдавал закуски честь. Так-то ладно, так-то складно. Поглядишь, захочешь есть. Всю зачистил сковородку, встал, как будто вдруг подрос, и платочек к подбородку ровно сложенный поднес, отряхнул опрят на руки и, как долг велит в дому, поклонился и старухе, и солдату самому. Молча в путь запоясался, осмотрелся, все ли тут, честь по чести распрощался, на часы взглянул, идут, все припомнил, все проверил, подогнал, и под конец он вздохнул у самой двери и сказал «Побьем, отец!» В поле вьюга зверуха, в трех верстах гремит война, на печи в избе старуха, дед хозяину окна, в глубине родной России против ветра грудь вперед, по снегам идет Василий Теркин, немцев ведь идет. Сто страниц минуло в книжке, впереди неблизкий путь, стой-ка, без передышки невозможно, дай вздохнуть, дай вздохнуть, возьми в догадку, что теперь, что в старину, трудно слушать по порядку сказку длинную одну, все про то же, про войну, про огонь, про снег, про танки, про землянки да портянки, про портянки да землянки, про махорку и мороз. Вот уж нынче повелось, рыбаку лишь о путине, печнику дудят о глине, леснику о древесине, хлебопеку о квашне, коновалу о коне, о бойцу или генералу не иначе о войне. О войне оно понятно, что война, а суть в другом. Дай с войны прийти обратно при победе над врагом, учинив за все расплату, дай вернуться в дом родной человеку, и тогда-то сказки нет ему иной, и тогда ему так сладко будет слушать по порядку и подробно обо всем, что изведано горбом, что исхожено ногами, что испытано руками, что повидано в глазах. И о чем, друзья, покамест, все равно всего нельзя. Мерзлый грунт, долби лопата, танк, дави, греми, граната, штык, работай, бомбы, бей. На войне душе солдата, сказка мирная милей. Друг читатель, я ли спорю, что войны милее жизнь, да война ревет, как море, грозно в дамбу упершись. Я одно скажу, что нам бы поуправиться с войной, отодвинуть эту дамбу за предел земли родной, а покуда край обширный, то земли родной в плену, я любитель жизни мирной, на войне пою войну. Что же еще? И все, пожалуй, та же книга про бойца без начала, без конца, без особого сюжета. Впрочем, правде не во вред, на войне сюжета нету. Как так нету? Так вот, нет. Есть закон служить до срока, служба, труд солдат, не гость. Есть отбой, уснул глубоко, есть подъем, вскочил, как гвоздь. Есть война, солдат воюет, лют противник, сам лютует. Есть сигнал, вперед, вперед, есть приказ, умри, умрет. На войне ни дня, ни часу не живет он без приказа. И не может испокон без приказа командира не сменить свою квартиру, не сменить партянки он. Не жениться, не влюбиться он не может, нету прав. Не уехать за границу от любви, как бывший граф. Если в песнях и поется, разве можно брать в расчет, что герой мою колодцу у каких-нибудь ворот буди случай подвернется, чью-то долю ущипнет. А еще добавим к слову, жив-здоров герой пока, но отнюдь не заколдован от осколка дурака, от любой поганой пули, что, быть может, наугад, как пришлось летит вслепую, подвернулся точка, брат. Ветер злой навстречу пышет, жизнь как веточку колышет, каждый день и час грозя, кто доскажет, кто дослышит, угадать вперед нельзя. И до той глухой разлуки, что бывает на войне, рассказать еще о друге кое-что успеть бы мне. Тем же ладом, тем же рядом, только стежкою иной, пушки к бою едут задом. Это сказано не мной. КОНЕЦ КОНЕЦ